Первое занятие. Карликовая цепень. Химинолепис нана. Характеристика. Карликовая цепень является биогельминтом. Половозрелый червь является возбудителем гиминолепидоза, который чаще диагностируется у детей до 14 лет. Количество заболевших в таком возрасте в 3,5 раза превышает число взрослых. Это объясняется тем, что дети не обладают достаточными навыками гигиены и возрастными особенностями детского иммунитета. Географическое распространение. Карликовая цепень является космополитическим видом, то есть он распространен во всем мире, но больше всего распространен в теплых районах земного шара, таких как Египет, Судан, Португалия, Испания, Сицилия, Индия и другие страны. Далее. Локализация половозрелой особи. В дистальных отделах тонкого кишечника. А именно в подстошной кишке. Морфология половозрелой особи. Длина от 10 до 50 мм. Лентовидное тело состоит из сколекса, шейки и стробила. Длинная шейка способна производить проглотиды. Колекс снабжен четырьмя полусферическими присосками, хоботком, несущим венчик из 20-30 ключев. Хоботок способен втягиваться внутрь сколекса. Хоботок и присоски – это органы фиксации к слизистой оболочке тонкого кишечника. С помощью присосок карликовая цепень может передвигаться по поверхности слизистой оболочки кишечника, меняя место прикрепления. Здесь можем видеть внешний вид половозрелой особи. Стробила имеет 200-300 члеников цепицевидной формы. Их ширина больше длины. Средние членики гермафродитные, задние зрелые. Заняты разросшейся маткой с яйцами на разных стадиях развития. Жизненный цикл карликовой цепни. Карликовая цепень является единственным представителем цепни, который может передаваться непосредственно от человека к человеку и отличается почти от всех других глистов возможностью завершить весь свой жизненный цикл в организме одного хозяина. Человек является для него и окончательным, и промежуточным хозяином. Человек заражается, проглатывая зрелые яйца химинолебеснана, то есть способ заражения фекально-оральный. В тонком кишечнике онкосферы освобождаются от яйцевых оболочек, активно внедряются в ворсинки, где превращаются в финну, то есть циркоид. Здесь можем посмотреть на стадии развития карликовой цепени. Циркоид состоит из вздутой передней части, содержащей сколекс и шейку, и хвостообразного заднего придатка. На этом изображении. Через 6 суток циркоиды разрушают ворсинки, выходят в процвет кишечника, прикрепляются между ворсинками, и через 14-15 суток развиваются до половозрелой стадии, которая находится в подвздошной кишке. Все циркоиды могут также формироваться в лимфатических узлах брожейки, куда онкосферы могут проникать по лимфатическим сосудам. Созревая мигрирует в кишечник, где заканчивают свое развитие. Концевые проглотиды зрелых сервей отделяются от стробилы и разрушаются в кишечнике, а освободившиеся из них яйца фекалиями попадают во внешнюю среду. Яйца цепня являются инвазионными сразу же после выделения скалом и не могут прожить более 10 дней во внешней среде. Основная опасность – это возможность прохождения всего жизненного цикла внутри человека в результате аутоинвазии, то есть самозаражения. Большая часть яиц карликового цепня после отделения зрелых проглотид от стробила остается в просвете тонкого кишечника. Анкосферы, вышедшие из яйцевых оболочек, превращаются в финны, а те, внедряясь в слизистую оболочку тонкого кишечника, дают начало новой генерации гельминта. Количество половозрелых особей у одного хозяина может быть от 1000 до 8000. Редкое развитие карликового цепня может происходить со сменой в хозяев. Тогда промежуточными хозяевами становятся личинки или имага, то есть взрослые особи различных насекомых. Мучного хрущен для химинолеписнана. Человек заражается при случайном проглатывании вышеуказанных насекомых с пищей. Мучной хрущен. Факультативными окончательными хозяевами карликового цепня могут быть мыши и крысы. Жизненный цепь карликового цепня. Продолжительность жизни цепня – 2 месяца. Лабораторная диагностика гиминолепидоза – это обнаружение яиц в фекалиях. Зрелые проглотиды редко обнаруживаются в фекальных образцах. Яйца овальные – 40 на 53 микрометра. Оболочка бесцветная – двухконтурная. Анкосфера шестикрычная имеет собственную тонкую оболочку, от которой на полюсах отходят 6 длинных прозрачных нитей, удерживающих зародыш в центре яйца. Профилактика Выявление инвазированных детей сотрудников детских дошкольных ухреждений, а также учеников младших классов путем капрологического исследования. Мероприятие проходится один раз в год. Привитие детям навыков соблюдения базовых правил личной гигиены. Тщательное мытье фруктов и овощей перед употреблением. Мытье рук с водой и мылом после посещения туалета и перед приготовлением пищи. Борьба с мученными вредителями и другими насекомыми, которые могут быть промежуточными хозяевами. Соблюдение особой строжности в местах, где может находиться крысиный помет. Лечение гиминолепитоза Для гиминолепитоза применяют финоцал. Его применяют в течение 4 дней, и затем делается перерыв 4-7 дней. После перерыва курс лечения повторяют. Контрольные исследования окала проводят через 15 дней после окончания лечения, в последующем ежемесячно. Накануне и в дни лечения рекомендуется бесшлаковая диета с ограничением грубой пищи, богатой клетчаткой. Во время лечения и 3-4 дня после его окончания больной должен ежедневно принимать душ и менять белье. На этом все. Спасибо за внимание.